Всем привет! Добрый вечер! У нас сегодня такое видео благодарности. Вчера наш друг Самвел порекомендовал наш канал и к нам достаточно много подписалось людей. Ну, да, это я Лена, а это губастенький мальчик Игорь. Вы поняли? Поверни на себя камеру. Пусть посмотрит, что ты губастенький. Это для новых подписчиков. Да, и мы хотим поблагодарить всех, кто подписался, кто поддержал наш канал. Мы будем стараться делать такой качественный контент, чтобы всем было интересно смотреть. И большое спасибо, конечно, Самвелу. Было неожиданно, что он сделал такое доброе дело для нас. Ну, и что он вообще вспомнил нас, потому что, ну, дело-то было у-у-у, как давно. Но губастенького мальчика он запомнит. Да, смеялись, конечно, вчера долго. Да, это наша малышечка Анечка. Давайте поближе с тобой. Вот она, наша девочка маленькая. Памаши, привет. Привет, Памаши. А, в камеру хочу, да? Памаши, то есть, привет, привет. Это Лена. Да, и меня зовут Лена, и Игорь, вы уже все губастенького мальчика уже все запомнили. Ну, на самом деле, наверное, давайте мы для новых подписчиков несколько слов скажем о нас, о нашей семье. Ну, просто так, как бы, такая информация, может, не все смотрели там наши видео. Вообще, идея вести влог изначально возникла у Игоря. Ну, как-то он вот, знаете, он даже скорее боролся со своим комплексом и боязнью камеры. Вот, как бы... Ну, это у всех есть страх, потому что... Это понятно, но тебя же это сподвигло. Ну, да. Тренинги у... Не рекламируют. У Дмитрия Бузовского чего. Интересный тренинг искусства... Я уже забыл, как это... Ораторское искусство. Ораторское искусство, да. И после этого как-то... Пропускаю. И после этого как-то захотелось практики. Ну, вот. Это была у Игоря, как бы, идея такая. Вот. Я, ну, честно вам скажу, была, как бы, не в восторге. Мне не сильно так хотелось, потому что я считаю, что для того, чтобы людям было интересно смотреть, нужен какой-то качественный контент, интересные, какие-то жизненные темы. А так, ну... Еще, когда у нас не было Анечки, у нас было больше движа, можно было делиться больше такой информацией. А сейчас появление Анечки у нас немножко ритм жизни замедлился. Я сижу в декрете, как бы, у меня каждый день день сурка, ну и тоже. Но у нас появился другого, как это... Другого уровня, другого качества контент. Я, например, уже, наверное, могу проводить семинары по детским вещам, где их купить, где их продать. Питание. Питание, прикормы, ну, какие-то такие уже вещи, знаете. Когда дети появляются, все меняется. Вот. И, конечно же, когда мы переехали в Киев, мы там, знаете, очень серьезно вышли из зоны комфорта, ну, и в Днепре, да, мы все бросили, все, что было, и приехали сюда. И у нас есть видео, как мы вообще здесь приживались, как и насколько нам было сложно, с какими трудностями мы столкнулись, ну, какие бытовые такие вопросы. Потому что киевляне, я вам честно скажу, они отличаются менталитетом. Ну, вот реально они отличаются, и у них другие... Видите, моя бусиночка. У них другие, как бы, понятия, мы знаете... Ценности другие. Ценности другие, да. Они более... Они попроще. Друзья, они намного проще. Да, мы как переехали, конечно, были на ролях. Мы были на ролях. Потому что мы привыкли. А что ты вам хочешь? В Киеве совсем все по-другому. И за это там короткое время, мы там прожили уже месяца три, и мы уже почувствовали, как мы поменялись. Да, мы почувствовали то, что и мы меняемся, и сейчас вот если как бы сравнивать... Ну, я вообще, я люблю наблюдать. Наблюдать, сравнивать, то для меня было много открытий. И, ну, тоже скажу, что во многих вещах я тоже стала намного проще. Ну, нежели по сравнению с Днепром. Доча, сейчас мама шоколад отгребет и даст тебе ам. Будешь пробовать, сырочек? Ребенка накормить не может, что-то ходит, ам, ам, выплюнула. Выплюнула, все, ам, закончился, не пошел. И, кстати, вот этот контент, наш переезд, как мы вообще здесь приживались, районы смотрели и так далее. А мы выбирали жилье. Да, это было очень полезно. Нам очень много людей писали и благодарили. И тот же ремонт квартиры, там, какие-то фишки мы там у кого-то подсмотрели или сами что-то придумали. И потом люди видели наше видео и делали так же. Так одна подписчица, Игорь, написала «Ой, я так счастлива, что я нашла как бы ваш YouTube-канал, потому что мы купили такую же квартиру, как у вас. У нас там идет ремонт и мы утепляли вот эту стену, она с лестничной клеткой». Чего ты? Вот. Так, дело в том, что никто, ну, как бы так, расположение квартиры, что мы даже не понимали, где надо утеплять. Ну, наши строители, как бы они там шарят, конечно, они все это утеплили. И потом эта женщина-подписчица, ее строители не могли найти, где эта стена, где ее утеплять, то ли к мусоропроводу, то ли это. А она пошла, посмотрела, им показала. Они были в шоке. Говорят, откуда вы это знаете? А она увидела у нас. Да. Вот. И вообще, наши соседи, которые живут в нашем доме, у нас тут есть подписчики, они нам очень много рекомендовали там касательно и как бы по балконе, по кухне, вот за то же утепление. Да, мы не знали, что эту стену надо утеплять и что она может мокреть. И хорошо, что мы ее сразу утеплили. Утеплили, да. А так бы сделали ремонт, и потом где-то, не дай бог, в любом пошел. Ну, в общем, короче, стараемся куда-то выбираться по возможности, показывать. Киев, Киев, это, конечно, это просто невероятный город со своей атмосферой, со своей историей. Здесь очень много красивых мест. Здесь, знаете, как каждый день ты можешь побывать как в другом городе, какие-то новые места открывать для себя и прочее. Мы по возможности это показываем. Раньше чаще, сейчас реже. Ну, вот у нас есть главнокомандующий. Маленький ребенок. Плюс, ну вот, зима была, сильно куда-то не поездишь. Сейчас потеплеет, уже будем выбираться чаще. Будем выбираться. У ребенка уже более-менее устаканился режим. Да, зайка? Вот. И будем делиться с вами интересными какими-то местами, лайфхаками. И вообще, знаете, вот тут тоже как бы шишек набили. Ну, как, знаете, вообще какое-то время я себя лохом полным чувствовала. Ну, вот просто, как будто бы, ну, вот у меня здесь надпись «Я лох». Вот. Но потом мы уже поняли, как нужно, на какие вещи вообще стоит внимание обращать, на какие не стоит. Ну, вот из, одним из таких моментов, вот, кто собирается переезжать в Киев или, может быть, уже живет в Киеве, мы вам сразу скажем. Если вы сталкиваетесь с ремонтами, какими-то там, я не знаю, покупками, заказами мебели, там еще чего-то, друзья, вот будьте готовы, что это будет переделываться несколько раз, это будет затянуто, сорваны все сроки. Это не негатив, потому что сейчас многие подумают, что мы негативно настроим. Это особенность, это просто особенность Киева. Ну, потому что здесь большое, ну, большое население, никто сильно... Здесь очень много о приезжих, а здесь никто не борется за клиента, знаете, как в Днепре, ну, как бы там, вот, Саша, ты делай, Саша, что хулик? Лена, ну, давай, за всех не будем говорить, но есть компании, которые... есть, но как бы, ну, очень... Ну, нам вот мы заказывали эти... Ролеты. Ролеты, обновочка наша, и то, приехали, померили, сделали, приехали на установку, и среднее окно оказалось с браком. Через 4 дня приехали, доделали, ну, как бы... Ну, и такое во всем с мебелью, ну, как бы мы будем потом еще говорить об этом, ну, тоже были моменты, ну, а там, как бы... Ну, в любом случае, нам очень нравится Киев, мы вообще влюбились за это короткое время, мы в Днепре, как будто... Ну, я уже как будто и не жил в Днепре. Ну, я тоже, я себя в Днепре не вижу. Ну, вот как-то вообще, хотя мы здесь живем меньше, чем 2 года, полтора. Летом будет 2 года, 1 июня. Да. 1 июня будет 2 года. Ты на полу вывалила, а теперь на стол. Слушай, наверное, не надо. Анечка. Все, давай, Маши, пока-пока. Мы познакомились с нашими новыми подписчиками и будем вам показывать что-то интересное. Стараться, по крайней мере. Да? Да, Анюта. доченька. Все, еще раз большое спасибо Самвелу и всем людям, которые подписались. Да, Анюта присоединяется. Да, доченька. Спасибо. Ну, что, оставайтесь с нами, будем стараться радовать вас или веселить. Редактор субтитров А.